Перевоплощение морей к спектаклю почти готово. Это у меня мерцающая пудра, чтобы тело блестело. Зало, конечно, может быть неверно, как оно сильно мерцает, но под сапитами будет красиво. Так, и чипец. Так. Так, все. Еще чуть-чуть и на сцену. Конечно, в один день и концерт, и спектакль это много. Тяжело немножко. Дорога. Два часа в дороге это утомительно для организма. Если бы это был спектакль такой более вокальный, где много надо петь Сивильский или Свадьба Фигара, я бы, конечно, на концерт не поехала. А на Мари согласилась, но все равно будем стараться работать как много лучше. Всех вас люблю. Всем хорошего вечера. Почему же она в фишах вас именует англичанкой? Так захотела мадам директриса. По-моему, она не совсем нормальная. Если бы только ее знали. Я ее знаю. Нет, нет, вы себе даже не представляете. Вы не можете ее знать. Мадам директриса, моя мать? Все ясно. До свидания. Нет. Постойте. Я хотел сказать. Что? Я люблю цирк. Я с детства люблю. Мечтаю о цирке. Цирк мне снится по ночам. Я готовлю себя к цирковой карьере. Я умею жонглировать, крутить фокус и показывать сальто. Ой, то есть наоборот. Показывать фокус и крутить сальто. А мама хочет, чтобы я стал директором ресторана. А я не хочу быть директором. Я хочу быть артистом. Мама мне запрещает даже смотреть цирковые представления. Но сегодня она уехала в Бельгию. А давайте встретимся после представления. Ой, Тони, вы такой смешной и симпатичный. Я очень симпатичный. Так как насчет встречи? Не выйдет. Почему? Мне тоже мама не разрешает. Но ведь я же нарушил мамин запрет. Ради цирка. И ради вас. Вы и цирк. Понятия неразделимые. Там, где вы, там и цирк. Там, где цирк, там и вы. Цирк, волшебный мир, чудес. Цирки я могу с небес. Снять, как в сказке, узевать на виду. Для Мэбел звезду. Что мне звезды, что оттуда? Кто не мне, ну что, куда? Солнце, небо, да не ель, что это мной? Все это за мной. За счастьем, по полю, уносят мечты. О, Мэбел, да не ель. О, Мэбел, да не ель. Солнце, небо, да не ель. Ты, право, да не ель. Все это мирит сейчас. Нет, счастливее нас. Нет, не пролителя. Ни путь моем любя. Останкается не нам. Чисто старея. Кружится мы с тобой. О, Мэбел, да не ель. КОНЕЦ Браво, браво, браво! Обязательно включим этот номер в нашу программу! Чем вы здесь заняты? Быстро на арену! Но не менее, Мария, это мой настоящий... Мария! Я сам, как бывший кавалерист, прекрасно понимаю то, как тяжело вам, особенно в маске. Я к ней привык. Я специально пришел, чтобы пожать вам руку. Барон Шатанет. Кстати, почему вы вступаете в маске? На это есть причина. Я ведь кое-что знаю про вас. Что вы знаете? Я видел, какими глазами вы смотрели на меня и Теодору Вердье, когда я прервал вашу беседу. Ну, ну, не стесняйтесь, я ведь все прекрасно понимаю. Я ведь тоже был молод. Ну что, так сказать, влюбились с первого взгляда? Ну, это понятно. Она прекрасна. А вы... Вы ее родственник? Я ее друг. Год назад ее отец умер. Умер? Да, я был его близким приятелем и считаю своим долгом помогать ей советами. Не стесняйтесь. Вы мне симпатичны. Ваша прямота, смелость, душевный порыв. Это то, чем не хватает моей подопечной. Вы знаете, сегодня вечером я устраиваю прием на манеже цирка. Вы, само собой, приглашены. Благодарю вас, это большая честь для меня. Но графиня не станет общаться с каким-то циркачем. Вы правы, с циркачем не станет. А, например, с гнёрзем. Но это же ложь. На это я не согласен. Достойный ответ, миссари. Но, как бывшие военные, вам скажу, что на войне все средства хороши. И выигрывает тот, кто не стесняется средства. Так говорят только те, чьи средства не ограничены. А нам, бедным актёрам, стоило быть поразборчивей. Подслушивая чужие разговоры, а в цирке нет секретов. Мой мальчик, тебе не стоило быть на этом приеме. Не верю. Но ведь ты в столах уже не был. Никогда я всегда был такой, как сейчас. Но ведь это может быть мой единственный шанс. И другого такого не будет. О, святая лукрятая, ну почему ты не вразумила эту горячую голову? Ну хорошо. Иди. Тебя всё равно не удержишь. Барон, а как вы собираетесь его представить? Ну как графа? Скучно и мелто. Тогда как няде? Пусто и банально. Хорошо, ты вся пилы. Махараджей. Я всё забываю, что я в цирке. Или никада. Генели, ты не на арене. Да, я не на арене. Чёрт возьми, не на арене. Но это дело принципа, понимаешь? Принц и банк. Давайте назовём его принц. Шаталет. Красиво и непонятно. Кстати, у нас был такой слон в цирке. Вполне подойдёт к вашему обществу. Клоун всегда клоун. Оборон всегда клоун. Значит, жду вас на арене ровно в двенадцать. Ровно в двенадцать. Почему они так мало аплодируют? Да потому что... Потому что ваш номер не имел успеха у публики. Может быть, не выйти поклониться? Слышите? Аплодируют. Круто! Мы достаточно на вас насмотрелись сегодня, мисс. Извольте вернуться. Аплодируют не вам. На сцене лежа я не искал. А что касается вас, то с завтрашнего дня вы у нас больше не работаете. На миссии режиссёр. По контракту. Контракт мы будем разрывать. Нет, нет. Так нельзя. Куда же я делюсь? Это меня не волнует, девочка. Скажите, вам совсем не жалю на девушку? Я не имею права на это чувство. Дело есть дело. И никаких эмоций. Какое же вы! Я вас ненавижу! Бравейшего девочка. Очень милая. Значит так. Если эта девушка завтра не выйдет на арену, то ни я, ни миссия Рысь тоже не выйдет на арену. Что такое? Это шантаж! Вы забываетесь, иная вещь. У вас тоже контракт с нами. Понятно? А контракт мы будем расторгать. Да я! Да мы! Что вы смотрите все? Чёрт! Браво, клоу! Немедленно! Немедленно! Вы слышите? Немедленно расторгать. Представление окончено, публика начинает расходиться. Не терять времени действуете. Жребий брошь! Морись! 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 Оставьте меня в покое! И не подумаю! Я не для того вас влюблялся, чтобы оставлять вас в покое! Увидите сейчас же! Я вас ненавижу! Прекрасно! От ненависти до любви один шаг! Увидите сейчас же? Или я вас удушу? Кусайте! Кусайте! Я всё равно не уйду! Кто вас обидит? Я бы знали из цирка! За бездальность! Как? Вас? Кто посмел? А вы лучшая артистка на всём земном шаре! Я вас умоляю! Не плачьте! И пожалуйста! Упустите меня! Я вас уверяю! Он сразу станет лучше! Мисс Мэйбл! Мисс Мэйбл! Всё улажено! И вы продолжаете работать! Правда? Клянусь себя того Креции! Ваше применение! Я вам так благодарна! Мой ангел! Спасите! А я? И ты? О нет! Я не ангел! Я деспот! Я буду вам готовить новый номер! Где вы будете прыгать через огненный круг! Потрясающе! Это будет сенсационный номер! Клянусь, такой укрептый! Я и мечтаю! Ты об этом не смел! Да-да-да! Цирк – это большая работа! Это тяжёлый ежедневный труд! И только тогда придёт успех! Представьте себе! Мэйс размахнул палочкой! Музыка! Свет! Вы появляетесь на белой лошади аплодисменты! Лошадь делает голову, а вы делаете стойку на голове! Барабан делает тремоло! Вы делаете двойное сальто! И вся публика делает! Ах! Ваш поклонник цирк по траву будет посвящать! Чтоб цветами с криком браво выход ваш встречать! И букеты, и конфеты будут вам дарить! Чтоб больше сердца покорить! Я вас готова дотворить! И ваше поклонник цирк по траву будет посвящать! И ваше поклонник цирк по траву будет посвящать! Ах! Ваше поклонник цирк по траву будет посвящать! И ваше поклонник цирк по траву будет посвящать! И укус дождь и филк по траву будет посвящая шпачка! Вот дырки, крышки, крышки, и для меня На надпи, я в первый раз, я поднял влюбленный класс. И так, прошу, господа! За честь графиня, благодарен я вам По концерту, народу, Всего ворона благотали, И признаюсь откровенно в тайне о минуте Это я мечтал давно, я с накупством Очень рада, вам же согласиться надо, Что в больной мечтах спрятаться Жизнь не суждена, а суждена. Кто с вами только встретится один хотя бы раз, Наверно, нас всегда запомнит вас. Как он влюблен? Надежды были тайными, но встретились случайно, И в этот миг лишь та моя сбылась. Попался он! И так, прошу, господа! Субтитры создавал DimaTorzok но понимаете в астоне уже что уже ну что уже ничего это она уже не может ждать три недели понимаете лучше бы он был уже женат сейчас все женятся вот и я женюсь ну то есть я уже женат в чем здесь вы мы говорили о Тоне но Тони не хочет идти на дно он говорит береману на себя что и что и что и что что ты болтаешь вообще ну мадам понимаете не хочет Тони идти на дно господи господи что я говорю хоть бы кто-нибудь меня позвал милитам мадам а меня зовут опять у него не все дома вы меня сердце не нанесете Тони Тони куда девался этот морской жарёк вот ты где а ну скажи своей мамулечке куда это ты сегодня идешь вечер чудный вечер сегодня вечером мамочка я пойду погулять гулять сегодня ты не пойдешь это собственно почему не пойдешь и амба сегодня даю прощальный ужин для наших артистов и ты будешь на нем прислуживать ты слышишь я да ты чтобы быть хозяином первоклассного ресторана надо знать дело с самых низов и пройти все стадии службы ну мамочка никаких на пеликан дайте ему салфетку вот тебе салфетка праг на тебе пеллер готов ну разве он не хорошего нахер чистательный депорт ну мамочка я сегодня не могу можешь пеликан пеликан здесь ну я решительно протестую решительно не совсем решительно то они сегодня будет работать за этим столом мадам но Тони уже под этим столом Тони! Мерзавец! А ну вылезай! Вот ваше темное пятно обрадуется. Какое пятно? О чем вы там шепчете? Рубанан, я учил молодого хозяина, как выводить пятна тускацерки. Вот ваше темное пятно появилось. Какое хорошенькое. Ну, Тони, ты уже сказал, я больше ждать не намерена. Сию минуту. Мамочка. Да, Тони? Дорогая мамочка. Пустота и бессмысленность моей биографии. Что за бессмыслица? Переказ я не могу, скажите вы. Я, конечно, не такой трус, как вы, но я попробую. Мадам Дюпон. Да. Пустота и бессмысленность моей. Биографии. Кого интересует ваша биография? Ну, это плохо, что она никого не интересует. Я. Понимаете? Это плохо. Мама. Молчать. Этого я тоже не могу. А я могу. Мамочка. Я люблю Тони, а Тони любит меня. Мы любим друг друга. Что? Что вы сказали? А ну, повторите. Мы любим друг друга. Вы помолвлены. Мы уже женаты. Молчать, ракотшельник. Я вас не спрашиваю. Да. 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 Мы женаты. Я люблю Мари. Мари любит меня. И мой любим сын. И ненавидим ресторан. И я больше никогда не... Это что? Бунь на корабле. М? Спустите якоря. Отставите якоря держать по курсу. Есть держать по курсу. Ах, ты не гордик. Где мой ремень? Ты что? Я с тобой разделаюсь. Рабова. Пойду, стой. Поподи, стой же. Поподи, ты говорят. Ах, ты. Пойни всякую звуку на игрушке. Стой тебе говорят. Все равно будет по-моему нибудь я Каролина Дюбон. Все равно будет по-нашему нибудь я Мари Маркер. Как вы сказали ваша фамилия? Маркер. Мари Маркер. А Флот Маркер случайно был не вашим родственником? Лейтенант Флот Маркер был моим отцом. Вот почему вы мне симпатичны. Милая детка, позвольте за меня. Тони, ты молодщина. Это настоящий перст. О, святая Лукреция. Вы знали моего отца? Вы спрашиваете, знала ли она вашего отца? Еще бы немного и она стала вашей мамой. Как мы женаты. Прекрасно. Я покупаю вам ресторан «Морское дно». Это будет мой ладийный подарок. Помните? Покажи на что ты способен. Или так? Берите его в работу. Милые детки, идемте. Нам надо все с вами срочно отсадить. Все равно будет, по-моему, не будь я, Каролина, зубом. Все равно будет по-нашему, не будь я, Мария Маркова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые коллеги, разрешите от вашего имени поблагодарить артистов за прекрасную игру, за чудесные эмоции, за вдохновение, с которым они подарили нам сегодняшний спектакль. И женскую часть труппы разрешите поздравить также с наступающим праздником. Здоровья, счастья и всего самого лучшего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И оркестру тоже. Спасибо большое. Стоим рук. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Однажды у одного кавказского долгожителя спросили Как вам удалось дожить до столь приклонного возраста в добром уме и здравой памяти? Здравом уме и доброй памяти, чуть-чуть запыл уже До 120 лет, как вам удалось дожить? Он подумал, пока он думал, журналист спрашивает Наверное, вам помог женщин Он говорит, да, точно, ведь даже песни поются Без женщин жить нельзя на свете, нет Дорогие женщины Без нас, без вас, нам Нам без вас Очень тяжело Но и с вами нелегко бывает Но совсем чуть-чуть Капельку А в основном все хорошо Зато с вами никогда не скучно Поэтому Оставайтесь такими же Веселыми, задорными, жизнерадостными Здоровья вам, счастья в семьях Благополучия Счастья и любви Нас так красиво поздравляют с 8 марта Витучи, талановиті, веселі, черевні Мудрі, витончені, елегантні дами Такие красиві цвіти Все для нас